добрый день дорогие друзья с вами капля и мы продолжаем говорить о дисциплинировании сегодня я хотел бы поговорить о будущем благе перед тем как наказывать ребенка перед тем как применять к нему телесные наказания я хотел бы чтобы вы подумали вот о чем насколько это повлечет за собой позитив в будущем то есть другими словами не навредит ли это будущему ребенка не навредит ли это его психике не принесет ли это какой-то ущерб я не пытаюсь сказать что не нужно наказывать я просто говорю о том что наказание является карательность является исключительным способом коррекции то есть это уже крайняя степень которой нужно прибегать ну в самых тяжелых исключительных случаях в лице случае рецидивов когда ребенок повторяет одни и те же вещи постоянно в случае когда это опасно в случае когда это необходимо в плане его будущего вот когда мы корректируем я вот разговаривал с некоторыми папами я понял одну простую вещь многие наказывая ребенка они не задумываются о том как это повлияет на их будущее и здесь даже не вопрос том что мы там повредим психики это понятно что это не нужно но здесь вопрос не в этом вопрос в том что наказание не приведет к хорошему то есть ребенок так и не поймет о чем речь почему я должен был вот это делать или почему я не должен был делать этого мне просто наказали ни за что недавно разговаривал с одним мальчиком 12 лет которого мама наказала за то что он не послушался ее и ночью ушел гулять с друзьями и она попросила что я с ним побеседовал никогда с ним беседовал он произнес сразу за что меня наказывать что такого сделал все гуляют а она не мама там мамочка она требует от меня то чего другие родители не требует и я думаю что мы разошлись каждый при своем мнении то есть он так и не понял что необходимо быть послушным вопрос в том что мы должны поговорить и показать и наверное сначала самим понять к чему приведет эта коррекция то есть что мы корректируем знаете от берешь вот этот чурбачок и начинаешь от него обтесывать кусочки и мы делаем это не просто потому что нам нравится процесс вы знаете топориком упасить по этой чурки а мы что-то хотим вылепить знаете когда микеланджело спросили как вы сделали давида да он сказал просто взял глыбу мрамора и отсек все лишнее вот процесс воспитания и в основном коррекции он напоминает вот такую работу в примитивном конечно понимание мы отсекаем лишнее вопрос это лишнее нужно ли это отсекать так далее подумайте но если вы уверены в том что ваше дисциплинирование ваша коррекция она действительно помогает человеку стать лучше я думаю что вы сможете это объяснить ребенку вы сможете донести до него что вы наказываете его потому что вот простой банальный пример недавно я наказал свою дочь потому что младший потому что она солгала и у нас есть правило что за это мы обязательно наказываем мы разговаривали с ней и сказал ты должна быть наказана потому что ложь она обязательно приведет к проблемам в твоей жизни я хочу чтобы этой привычки обманывать у тебя не было и я хочу чтобы ты понимала что со мной не нужно себя так вести я всегда на твоей стороне я не буду злиться если ты мне скажешь правду и даже я буду награждать тебя если ты будешь говорить правду признаваясь в определенных вещах ты поняла да и ты понимаешь что я должен тебя наказать потому что ты поступила неправильно да и я ее шлепнул не больно не сильно и даже не обидно но она четко поняла что каждый раз когда она будет лгать она будет наказана и и она понимает почему это неправильно